чтобы твоя детская лила была проявлена моим сердцем вот установили что кришны мама еще досмотрит на него и целует я это хочу больше чем не нужно в комментарии комментарии на пришлоку мы уже слушали его так гурдев говорит мы хотим это вид бакте что мы должны делать для этого итак среди всех наставлений пока сами говорит что это высшее наставление какого-то нам ару пачири тали мы слышали что имена господа бывают двух видов должны повторять макуре именно и самая высшая это харе крисна маха мантра когда мы повторяем эти имена постепенно все наши анардхи уходят тогда ручья асакти бхава приходит сердце соответствии со сварупа и соответствии со своей расы мы обретаем соответствующее служение и так его имя группа форма в качество за пробу хирописов на муру погону лилу парикады фашисты что значит штан враче это нураги жана нугами где мы должны жить если вы хотите совершать бакте нужно жить во вриндауне совершать бакте значит ли это что все должны уехать из своих домов оставить значит что все должны подставлять свои дома и приехать во вриндауне это невозможно для всех чтобы прижать в вриндауне поэтому если нам невозможно стоять телом находиться во вриндауне то в уме мы должны находиться во вриндауне потом как уговорить жады и на грехе деки день если мы совершаем нам акиртану арати так уже селу то этот дом превращается во вриндау и правупада говорит что всю галоку в риндауне я представил на земле форме гаудия матка все преданные домохозяева где это бакте не то что мы смотрим телек до вечера часу ночи затем встаем поздно с утра 8-9 утра поэтому заложиться вовремя и рано утром до брахмаму курты мы просыпаемся я 4 веда с омовений первое риши сна что это такое омовение до брахмаму курты когда кто-то совершает омовение называется риши сна гаудия матка все остаются на это омовение и приходят на варате это нужно риши сна затем дэва сна полубоги омываются прямо перед рассветом 3 нара сна люди совершают омовение время восхода на четвертое ракши сна демонические омовения омовение после восхода солнца они создаются всю ночь и их отстают очень поздно днем там 10 дня это демоническая демонический жизнь поэтому пропады говорит что форме гаудия матка я проявляю к локу здесь на каждое утро поем англа рати мангала шигуру гора манджари саки что они делают рада кришна они спят уже ранее должна поправиться для украшения доголон и перед тем как мама еще до проснется кришна должен вернуться домой жарко ранее должна вернуться перед тем как же сила проснется как типа сила поэтому манджари они будьте божественную чету и человек шагу с махарай что что пишет в монетаре гала рати это гавиндель ламбриты кришна пала рам было на макете сандель большой арати джая жарада кришна и был милан маленькая городе тоже поменьше могла арати большой махарай что я думаю слишком большое арати но когда я прочитал кришна пала нам риту я понял что что все эти пхавы там содержится то есть настроение насколько там лотосы распускаются как эти павлины танцуют как попугаи поют на самом деле они совершат киртам рати кришне и все макгала рати она основана на этих двух описаниях если у нас дома следуем тому же процессу встаем рано утром добрахом хорты совершаем омвение совершаем киртам арати так уже каждый день мы должны совершать киртам нартам дастакура специально для этого написал потому что в этом киртане вся вража мандала вспоминается описывается имена спутников господа чая рады чая кришна чая в риндаван все имена присутствует там в одном киртане нартам дастакур проявляет всю вражи мандалу наш бак как шахш таргасаи мухараш говорил когда мы совершаем киртам это не то что мы просто поем потому что когда мы поем и должны осознавать то что мы поем когда мы осознаем это поедет вспоминаем если не то что он просто поем и не понимаем что это значит когда мы поем кирта мы должны знать чем мы поем что наша гурварга хочет какое настроение наше гурварга она передает день когда мы совершаем марчину то есть 100 вас тут сижают хане все мы это проводим читаем грантхи писание каждый день тогда несмотря на то что мы должны его в риндаване мы находимся умом в риндаване поэтому говорится нужно оставаться в риндаване совершать баджин но если мы дома поем все это чувством то мы переживаем в риндаван дома тогда говорится тишкан рожат анаураги джагна нугами нужно под руководством это делать тех кто привязан к ража бхакти те кто уже имеет любовь в божественной чете под их руководством мы должны совершать баджин и даже можно это делать находясь у себя дома но мы не должны совершать демоническое омовение то есть поздно просыпаться какое моли нужно делать повелствую ришесна матрицы совершает ришесна поэтому и дома тоже у себя нужно тоже совершать какое-то омовение тогда тогда мы по-настоящему можем сказать что мы находимся в риндаване говорит только люди которые совершают баджин таким образом жизнь совершает успешно удов говорит кто совершает одну баджин на удов приехал врач не выделивали варжаваси особенно на гопиши матерат хика гаудова он протестировал пять слов оставляя слава врачи годы вражаваси удов говорит раджа гопия совершает бажан таким образом в этом мире успешно успешно только эти врачи годы эти врачи годы и жизнь успешно потому что руда пава кришни чувства кришни это чувство кришни не врачи годы но из всех но из всех и я жизнь самая успешная это врачи годы потому что ученик брехоспать не было учителя которого который бы смог учить поэтому пришлось отправиться в рай и найти брехоспати и так он выучился брехоспати но одна такая глава осталась какая она он не прочел главу любви поэтому кришна правила врач одну главу которая осталась перечитать и отправляйся и прочти ее там тогда мы будем когда мы кришна думает ты сможешь успокоить меня и удав отправился врач и когда удава когда он увидел любовь разжевать и разжевать так же как мы мы носим шапку и увидим перед собой огромную гору что посмотреть на верхушку мы поднимаем поднимаем голову и шапка слетает с головы так же и вот это вот шапка гордыни своим знанием она упала когда он трянул на гору любви высокую гору любви врачи гопи и так чья жизнь успешна только врачи гопи потому что вау их любовь кришне поэтому они самые удачные прабадана сарасвати пад говорит даже даже для брамы в виде стопы кришны очень редко и брама становится горой и шива становится горой чтобы быть во врачи иудов так же хочет попасть во врачи он поднимается в том чтобы стать травой и народу совершает аскез на народу пунди это бхава я молюсь при бхаве даже если у меня у меня будет жизнь брамы брамы то и у меня не будет вкусок харикатхе то эта жизнь бесполезна поэтому жизнь успешна только тех у кого есть интерес в пража бхаве к кришне хатхе но как растичь это бхав молится он цитирует эту шлоку в ритро сура о прабу из-за моей кармы я могу родиться где угодно в раю или в аду может быть в животной форме мне это не важно но одно богословение я хочу я хочу чтобы у меня было в сердце бхакти в себе меня не волнует где я буду жить в какой форме жизни я хочу просто как бы иметь эту дружбу к тебе бхав говорит не надо со всеми дружить потому что с кем мы общаемся так наша жизнь меняется пропада говорит если вы общаетесь с кем то сначала вы должны проверить с кем мы общаемся что это за человек потому что если у вас бхажан на каком то уровне то не нужно общаться с тем у кого бхажан на нижнем уровне потому что если вы общаетесь с тем кто ниже то ваша бхава будет входить и тот кто выше вашей бхавы вашего бхажана то если общаетесь с ним то ваш бхажан будет прогрессировать но если мы не можем найти такого кто выше то мы должны хотя бы найти того кто на равной стадии находится ну что мы делаем когда наш ум какое-то возмущение в уме мы начинаем обсуждать что-то с младшими нужно со старшими обсуждать проблемы когда старший скажет да не волнуйся просто будет ренадописанничина и правильно объяснить нам ситуацию но если мы входим к человеку который младше он сам начнет критиковать других вместе с вами поэтому нужно с младшими обсуждать поэтому нужно общаться со старшими если если нет таких то надо читать книжки потому что я могу приезжать к вам раз там в несколько месяцев но я даю вам садху читания бхагаван джаевадхарму все эти книги это садху читайте джаевадхарму и таким образом общайтесь с бхахтином такхором или читайте читания бхагава и понимаете что вы с вирдамом с такхором общаетесь или с падишам бхахтином написал падишам рупагасвами вы думаете что общаетесь с рупагасвами эти садху они присутствуют в форме своих писаний Мама Уттамашлока Джанешисакхи Мама Уттамашлока Джанешисакхи Моя дружба должна быть только с Уттамашлока Джанешисакхи с тем кто преданный Кришне я хочу дружить только с ними если мы общаемся с преданными то наша преданность будет расти она не будет уменьшаться потому что мы должны питать нашу бхахти водой киртам и шауна чтобы оно росло и поэтому садхана очень важна о Прабу не смотря на мою карму где бы я не родился я хочу общаться с преданными человек который привязан к семье пожалуйста не давай мне общения с ними потому что главное общение это главное поэтому общение которое мы имеем мы такой же образ жизни человек который в иллюзию жены детей и так далее не нужно общаться с такими людьми ну не общаться а садху санх в смысле санхи быть поскольку садху санхи она важна а садху санхи тоже вредна очень сложно построить дом нужно столько усилий и денег но если вы по частям будете делать если ваишнав любит нас сильно и пытается чтобы мы прогрессировали но ваишнав иногда ругает нас ту любовь которую давал нам поддерживаемость то есть а человек он обесценивает быстро обесценивает садху он думает а вот этот садху ругает меня понятно что садху ругает для моего блага но я никогда этого человек этого не понимает что человек не видит мы не видим заслуги которые мы получаем от старших мы смотрим только на недостаток на то что нас отругали мы не должны так делать мы должны оставаться уважительными если в этом материальном мире если мы обретаем мы должны благодарны человек который дал нам харибхакти харикатху насколько мы должны быть благодарны этому человеку поэтому человек может находиться в бхакти он мне столько дает дал бхакти что я не могу отплатить ему поэтому мы никогда не должны быть враждебны тем кто дает на бхакти мы должны всегда избегать плохого общения поэтому потому что плохое общение это то что заставляет нас упасть упасть из бхакти два вида с три санги и асад всегда нужно быть со стороны от этих людей Гурдек говорит очень много разных вещей мишки с вараси кирога рогатми бхакти Кто-то полностью привязан к Своему Штадеву, Тадмайд, когда Удов приехал во врач, Кришна Ходни Шмеля, Он сидел на стопах Шимати Радхарани. Она думала, что Он как посланник Кришны. Как Он так изворотливо говорит? Я наговорил Шмелю, не напоминай мне об этой черной личности, Он внутри и черный снаружи. И Он также изворотлив, в трех. И Он внутри тоже изворотливый. Например, когда Он пришел к Сосевику в форме Баммана Дева, Он... Короче, Он обманывал его. Он попросил три шага Земли. Почему Он увеличил свою форму тогда, первым шагом Он... Всю Вселенную покрыл. Затем... Он связал Нагапашу Пали Махаража. Он пришел как... В красивой форме Рамы. Он пришел... К нему пришла Шарпанака и привлеклась им, но... Природа женщины, они привлекаются красивым мужчиной. И Рама был так, что красиво. Зачем Он принял такую красивую форму? Чтобы она таким образом привлеклась. И... Что Он сделал? Он отрезал. Сказал, чтобы Лакшма отрезал Ей ног, нос и уши. Но не хватило жениться, мог бы не жить. Зачем бы вырезать нос и уши? И так, Он черный, снаружи, снутри. Таким образом, Шва Сирдхарани критикует Кришну. Он сказал, Свами, если Он такой... Шмель отвечает, Свами, если Он такой плохой, почему же ты продолжаешь говорить о Нем? Ты можешь поговорить о чем-то другом, но ты говоришь только о Нем, об этом черном человеке. Шва Сирдхарани критикует... Да, в этом-то и вся проблема. Все, что я говорю... Я говорю об этом черном человеке. Я пытаюсь отвести свои глаза от этой темной личности, но эти глаза не слушаются меня. Они смотрят только на черные объекты. Я пытаюсь уговорить свои уши, не слушать этот звук флейты, но этот звук флейты снова и снова входит в мои уши. Я пытаюсь объяснить своим ногам не ходить. Месталил Кришны, но они также не слушаются меня. И уму я с вами пытаюсь приказать, не думая о этом черном, этой черной личности. Но эта темная личность, она поселилась во всем моем уме, в каждом уголке моего ума. Это называется рогатмика. Везде, в каждой маленькой, в каждой частичке тела находится Кришна. Он видит Кришну. Также, если вы хлопок положите в воду, то он питает себя. Не будет места в губке или хлопке, которая бы не впитала в воду. Гурдаев говорит много разных вещей. Он говорит, что бхакти очень редко. Бхакти не что-то такое обычное. Бхакти не является чем-то обычным. Если вы хотите совершать бхакти, что мы должны делать? Если вы хотите жить во Врадже, если жить в Радхе Кришне с привязанностью, что нужно делать? Можно общаться с великими преданными, с Ширупом Сагаганом. Сатана Госвами говорит, молитесь им за глубину сердца, зовите их. Если вы помните этих преданных, вы читаете их в книге наших Ачариев, имеется в виду. Постепенно, постепенно, точно это бхакти проявится в сердце. Гурдаев говорит, что бхакти очень редкое. Это не что-то обычное. Особенно Рогануга. Поэтому Гурдаев говорит, в начале нужно стать тринадо письмичина, второе письмичина. Поэтому Апрабу дают наш локу. Он показывает пример, как следовать. На своем примере он показывает, как следовать. Гурдаев говорит, что только реализация шлока ему за мной пристим в акте. Но как стать этим тринадо письмичина? Как становиться смиренным? Однажды он рассказывает историю. Хритастакура били на двадцати двух площадях. Седашина Чакра прилетел в свой кунхи, но все равно Хритастакура молится о благе тех, кто на него напал. Он говорит, что они просто глупые. Просто прости их, пожалуйста. Седашина Чакра защитит его, а он молится, чтобы она не трогала тех людей. Она улетела обратно. И поэтому Махапрабу сам свою спину подставляет и все удары принимает на свою спину. Что случится в нашем сердце, если нас кто-то критикует или ругает? Сразу же мы начинаем ненавидеть этого человека. Сразу начинаем отвечать ему. Мы ему скажем, я тебе покажу еще. Он говорит одну историю, как Кришна одна Дурбаса. Однажды Дурбаса Риша он приехал в Вараку. Он приехал в Вараку. Он сказал, приготовьте мне еду, я хочу есть. Они приготовили для него еду. Затем он ушел. И когда еда к нему была готова, он вернулся. Это было полночь. И Кришна будет и говорит, эй, вставай. Эй, вставай, руками не сатья Бама. Полночь. И говорит, эй, где моя еда? Давайте служите мне. То есть, когда ему приготовили обед, он ушел. А потом в полночь пришел и говорит, давайте есть. И они приготовили ему кир. Дурбас съел немножко. И сказал, Кришна, вымыш свое тело этим киром. А потом говорит, давай приведи эту карету и придем туда, Рукмини Сатья Баму. И мы с тобой поедем на этой карете. А Кришна все выполнил. Как мини-ка царевна. Мягкая. Она тащит эту колесницу и падает из сознания. И Дурбаса снова исчезает. Или Кришна еще и Дурбаса. Где Дурбаса, где Дурбаса? Через некоторое время Дурбаса снова появился. Он говорит, Кир, который я съел. Кир, который я съел. Кир был. Ну, Кришна вымазал свое тело этим киром. Своё. Поэтому, он говорит, я благословляю тебя. Никто не сможет, не сможет, как бы, ну, повредить тебя, твое тело. Потому что ты вымазался остатки моей пищи из Колдова Сариши. И его стопы остались не помазанные, не замазанные. Поэтому, говорит, единственное, это уязвимое место. Поэтому, Дурбаса говорит, Кришна Рукмани, я вас проверял. Это шанкара. Я проверял ваше смирение, терпение. Вы параттата, Выше Господь, и вы тащили меня на колеснице. Я разбудил от двенадцати ночи. Я хотел проявить славу. Трианта Писамичина через вас. Рукмани, ты всегда благословленный, удачливый, и ты умишь, никогда не умер. И Кришна дал благословение. Ты будешь знаменит во всём, во всём мире. Куртеп рассказывает, что Кришна, он хозяин всех вселенных. И он настолько смиренный и терпеливый. А мы простые, обычные садаки. Нужно стараться, как бы применить этот урок. Поэтому стараться следовать этой штуке, трианта Писамичина в нашей жизни. У меня будет желание быть во сна. Но когда я услышал, что мне надо стать, трианта Писамичина, что мне надо стать очень смиренным, что мне нужно научиться уважать всех, и никогда не искать почёта. Но что, если вы уходите в Ржабхау, то у меня просто необходимо стать, трианта Писамичина. Простепенно, постепенно, вообще-то преданного однажды. Станете такими. И тогда Бал-Гупал форма Кришна проявится в вашем сердце. Бал-Гупал форма Кришна зацепенно, много оценки, и дед, и получать Продолжение следует... 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 кто назначил индру на пост индра сам бахаван это сделал потому что согласно карме индра стал индра и брахма стал брахмой и кто назначил их на эти должности сам бахаван индра уже забыл что бахаван дал ему эту силу это могущество чтобы люди ему поклонялись когда мы совершаем яги мы взываем всем полубогам и это все организовал бахаван как нужно поклоняться он сам читал правила поклонения полубогам и так же он стал отрицать им поклонение им то есть с одной стороны он сам это назначил поклонение яги полубогам и с другой стороны он сказал йога мая и сказал что ты седьмого ребенка дева типа подмести в чрево ракине а я рожусь в гокуле и ты родишься как моя младшая сестра и ты будешь служить мне во время этих лил поэтому это мое поэтому мое благословение что ты будешь очень популярна и тебе будут поклоняться по всему миру различным различными именами ты будешь желание людей исполнять и так кто установил дэви пуджу своем крышна сам это сделал то есть он сам установил поклонение дэви поклонение индра и так который это тоже катушьям также был во времена лилу кришна и кришна тоже сам мудровал благословение и чтобы даже после ухода кришна поклонялись но я также сказала что если вы поклонялись полубогам это тоже не достоверный процесс а саи бабы кришна тоже установил поклонение потому что он сейчас очень очень популярный наше время саи баба богован сам установил все поклонение боговад гейте господь говорит очень ясно кому мы будем иметь лечение то к тому я буду даровать веру в вашем сердце также есть нирмал баба нирмал баба и у них тоже есть вера в этого нирмал бабу что вы получите милость дэви если вы будете есть видимо парадху треугольной формы и вы будете есть ее то вы получите милость дэви и так богован говорит что если вы свою веру даже немножко приложите какому-то объекту то тогда я еще больше ее взращу шани дэву сай баба кому угодно ассарам тоже есть какой-то садхо даже несмотря на то что его поместили в тюрьму то все равно многие ему до сих пор поклоняются есть какой-то рама рахим но он тоже он рам рахим тоже сейчас в тюрьме многие его ученики считают бхагаваном это все не любят бхагаваном говорит скидзе Если разум уже разрушен, то все поклоняются полу-богам. Если у нас есть желание полу-богам, то вы свою шрадху будете увеличивать к объекту тому, кому поклоняетесь. Если вы будете шрадху направлять на меня, то тогда она будет возрастать, вера в меня. Все согласно вашим желаниям происходит. Если у кого-то шрадха в меня, вера в меня, то это означает, что у него уже очень много сукрити накопилось, даже несмотря на то, что материалистичные желания до сих пор присутствуют. И в Гитте это говорит, что это еще как бы не преданный, но очень хороший человек. И несмотря на то, что у него очень серьезные желания, он все равно поклоняется только Кришна, Яни, Акархи. То есть, если они поклоняются только Кришне, то в Гитте Макабан говорит, что тогда эти люди имеют слишком много сукрити. Только поэтому они пришли принять приближающие у меня. И среди этих всех яни, они занимаются высокое положение, но они не преданные. И в следующей шлоке Кришна говорит, что это за люди преданные. Это те, у кого нет никаких желаний, и они лишь поклоняются мне. А те, кто поклоняются полу богам, даже все, что они им предлагают, все равно Я получаю за плоды. Но они очень глупые люди, которые поклоняются полу богам. Зачем они это делают, если в основе всего стою Я? Ай, Витхи. Это неправильное поклонение, незнание процесса. И так, какие бы вы действия ни делали, поклоняйтесь мне, то тогда Витхи. Это называется поклонение мне. Так же, как, например, если вы возьмете свой нос, вот как сестра, обычным образом, либо вот так, как сестра Мачанра Прабху показывает, через голову. Это Ай, Витхи. Это неправильный процесс. То есть то же самое действие можно делать по-разному. Правильно или правильно. Ай, Витхи, Пурвак, Пуджа. Вы не добьетесь успеха, совершая такую пуджу. Поклонение богам. Но Господь, Он сам установил различные виды поклонения. И в Радже, Он установил поклонение Индры. В чем причина? Витхи, Бхагаван говорит, что те, у кого есть материальные желания, то они поклоняются полубогам. Но мои преданные, но если я, если мои преданные поклонятся другим полубогам, то я остановлю этот процесс, потому что я не буду терпеть, не буду этого терпеть, чтобы мои преданные поклонялись полубогам. И Кришна, Он остановил поклонение Индры. И вся его семья поклонялась Индре Деватом. Тогда Кришна сделал так, чтобы все проживать и стали поклоняться Ему, Гирираджу, Гвардхану, в форме Кришны. И рассматривая Гирираджу, Гвардхан, как Бхагаван, и когда Он проявился в четырехрукой форме, все думали, что лицо этой формы полностью античное с лицом Кришны. Только лишь в размерах они отличаются. У Кришны маленькое личико, а у этого Дева-то большой. И так в течение семи дней лил дождь. И все это время Индры не понимал, что Кришна это Бхагаван. Лишь позже Он это понял. И вместе с Рупхей, Он молился Кришне о прощении. И так же совершил Абхешеку и стал называть Роговиндрой. И тот же самый Индра. Но так же, когда Кришна, Он вместе с Своей королевой Бхагаван, перешел к Индре, чтобы порыжать дерево, Он возмутился. Ну, ты сейчас как себя человек ведешь. Как это все возможно? Так. Гордыня. Она полностью покрывает наши глаза, наш разум. И мы не можем видеть, что Господь это Господь. Мы не сможем видеть Махатмы, 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 Вайшнава, это Вайшнава. Каковы наши обязанности, какие нет. Мы не сможем это все разделять. Мы не сможем это сделать. это какова цель саду-сангу чтобы всегда быть вообще не спрятан но эта гордыня будет у нас постоянно просыпаться так же как Индра снова эта гордыня в нем поднялась и он снова стал сражаться с Кришной и все равно Кришна не убрал Индру с поста на который он его назначил Мама Ишода она увидела все вселенные во рту Кришны Кришна он тогда наелся земли и за этой землей Мама Ишода обнаружила все вселенные и от этого она очень испугалась стала молитвом что это были за молитвы о Багаван Пожалуйста убери такую сильную привязанность к этому мальчику это привязанность так много проблем мне приносит потому что что бы с ним не случилось я очень волнуюсь за него постоянно поэтому пожалуйста сделай меня отрешенной Кришна дыма чтобы вкуситься я приему моей матери я совершаю целилы а сейчас это моя мать помолится Багавану чтобы быть отрешенной и не привязываться ко мне когда Кришна стал называть к Йогамая И Йогамая использовала свои силы чтобы все вселенные вселенные вот у Кришны исчезли и Мама Ишода забыла об этом и тогда она взяла Кришну на колени и стала кормить его молоком это называется любовь Итак что за настроение во Врадже присутствует Кришне что Кришна это не Багаван никто не считает его Багаваном но когда он поднял берегач Ковардхан В то время в Врадже присутствует Кришне они отправились в Нандавайдхак и там они все собрались и позвали Нандавайдхак Так нам нужно понять кто такой сын он Багаван или просто возвышенная личность и принял рождение здесь а твоя жена она так она постоянно его ругает за что-то тогда это станет оскорблением Тот кто держал Кришна в течение семи дней не может быть обычной речностью Отлично думал В одной из своих инкарнаций я поднял беру Мери Чандру а сейчас я лишь всего лишь Ковардхан держал в течение семи дней Часть одна из Баладэва это Санкаршана другая Также Маха Вишну Гарбатакаши Вишну Кширатакаша Вишну и после этого всего происходит Анантошеш и у этого Анантошеша тысяча голов И вся вселенная для него как синтамовая семечка И поэтому он не понимает что И вот ты поднял всего лишь Ковардхан а сейчас А ты сейчас красуешься перед Гопи что поднял Ковардхан хотя я все вселенные держу на свой капюшон Вот так думал Баладэв это вообще незначительную вещь не совершил Почему сейчас все празднуют это Но с другой стороны в Раджавасе думали что он Бхагаван И так в Раджавасе подумали что мы должны изменить свое поведение к этому мальчику потому что он Бхагаван Тогда Ананда Баба сказал мы Гопы мы пастухи И у нас так-то много разума Сейчас мы еще достигли 80 лет но когда вот мы достигнем тогда мы станем разумны Сейчас мы глупцы Посмотрите С одной стороны он держит Киташковардхана мы думаем что он Бхагаван Но когда он приходит к матери чтобы попить молочка то он валяется по полу Измаливая о молочке Вы думаете что это Бхагаван Разве он принял рождение Да принял рождение И он сейчас растет Да растет И разве все это Разве все это Слышники Бхагавана Бхагаван никогда не крадет масло Бхагаван никогда не злится Карта Тачарья говорила что Твой сын особенный Что за особенность у него Что сказать о югу Он был белого цвета А в третьей югу Красного Это все Карнации Бхагавана А в Калиюгу Желтого цвета А в два пары Черного Цвета И это Поэтому В имя Кришна Нарайана Он получил Нарайана И тогда Он будет совершать Великие 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 Подвиги Поэтому Это все Нарайана Нарайана Совершает Почему вы Обвиняете В том что он Бхагаван Нарайана 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 Просто иногда Нарайана Входит в твоего тела И все это совершает Все эти подвиги Поэтому Вы думаете что Кришна Это мой ребенок Но если у вас Одна гордыня То вы должны Распознать ее Магаваном Поэтому Эту любовь Мы должны Мы должны С любовью Смотреть На Господу Только тогда Мы сможем Увидеть правду И истину Какова она есть Так что нам нужны Очки Очки любви Только тогда Мы сможем Увидеть Реальность Какая она есть Но если Наши очки Наполны Наши линзы Придают Только гордыню Из нашего сердца Тогда Все будет Неправильно В нашем процессе Мы тогда Будем Выбирать Неправильного гуру Неправильные молитвы Все будет Неверно Неправильные молитвы Неправильные молитвы Неправильные молитвы Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова